Дело Сандры Канту, пугающее и в то же время удивительно необычное. Длительное и сложное расследование этого дела привело полицию к учительнице воскресной школы. Что она знает и какова ее роль в преступлении? Сандра Рене Канту родилась 8 марта 2001 года. Жила она в передвижном доме в трейлерном парке в городе Трейси. Трейси – это город с населением 90 тысяч человек, примерно в 90 километрах к востоку от Сан-Франциско, штат Калифорния. Сандра жила со своей мамой Марией, тремя братьями и сестрами, а также бабушкой и дедушкой. Она была самой младшей в семье. Девочка была непоседой, все в трейлерном парке знали ее как очень активного общительного ребенка. У Сандры было много друзей. Она обожала строить деревянные заставы на деревьях, кататься на велосипеде, играть войнушку с местными мальчишками. У нее было только одно правило, данное ей матерью – не выходить за пределы трейлерного парка. 27 марта 2009 года Сандра возвращалась домой после учебы. Это была пятница, впереди выходные, и Сандра планировала пойти гулять с друзьями. Примерно в 19 часов вечера на улице начало смеркаться. Мария приготовила ужин. Она делала это примерно всегда в одно и то же время. Ужинала большая семья в полном составе. Зная это, Сандра должна была прийти, но к ужину она не явилась. На улице неподалеку от дома ее не было. Ее школьной сумки не было дома. Мария начала обзванивать родителей друзей Сандры, думая, что ее дочь заигралась в гостях. Но ни у кого девочек не было. Более того, друзья Сандры не видели ее. Мария вышла на улицу и начала звать и искать свою дочь по трейлерному парку. Девочка не отзывалась. Единственное требование не покидать трейлерный парк Сандра выполняла. И то, что ее не было в округе, очень напугало Марию. Она позвонила в полицию. Полиция приехала во главе с детективом Тимом Бауром. У матери попросили описание Сандры и того, что на ней было надето в тот день. Мария сказала им, что на ней была розовая футболка с надписью Hello Kitty и черные леггинсы. Полиция города Трейси немедленно приступила к поискам Сандры. Полицейские проделали тот же самый путь, что и Мария полчаса назад, заходя к соседям и опрашивая их. Никто ничего не знал. Полицейские осмотрели местность, но ничего не нашли. Полиция связалась с отцом Сандры, надеясь, что он решил забрать дочь на выходные. Мария же сообщила, что такой договоренности не было. Также она сказала, что с бывшим мужем Дэниелом у них нет разногласий. Все вопросы касательно встречи с детьми у них урегулированы, но полицейские должны были проверить. Дэниел не знал, где находится его дочь. Оказалось, что у семьи Канту была камера видеонаблюдения, направленная на крыльцо дома. Ее установил дедушка Сандры, опасаясь ограбления. Полицейские вместе с родными девочки просмотрели видеозаписи. Примерное время, когда камера зафиксировала Сандру, это начало пятого. Девочка прошла у дома, никого с ней нет. Скорее всего она искала друзей. Больше у дома она не появлялась. Полицейские изъяли видеозаписи для дальнейшего изучения и оставили семью. Дальше началась самая мучительная долгая ночь для семьи, потерявшей Сандру. Всю ночь они не останавливали свои поиски. Мария продолжала надеяться, что ее дочь увлекло приключения, и она, как ни в чем не бывало, вот-вот появится на пороге. Ее надежды рассеялись, когда наступило утро, с красными облаками, напоминающими кровопотеки. А на пороге вместо дочери оказались полиция и агенты ФБР. Началась поисковая операция с привлечением собак, вертолетов с тепловизорами и сотни добровольцев. Это был второй по масштабу поиск в штате Калифорния за всю историю. Уже 28 марта была объявлена награда в 2000 долларов за информацию о пропавшей девочке. ФБР подключило СМИ, и теперь лицо Сандры показывалось в местных новостях. Друзья Сандры вместо игр ходили и расклеивали листовки с ее изображением. Фотографии девочки с темно-карими глазами и светло-каштановыми волосами были развешаны по всему Трейси. Сам трейлерный парк был опечатан, полиция проверяла все въезжающие и выезжающие машины. Параллельно начался допрос первого подозреваемого. Хоть Мария и уверяла, что Дэниел не причастен к исчезновению дочери, полицейские вызвали мужчину на допрос. Он не был близок с Сандрой. Детектива Баура смутило его спокойное поведение на контрасте с несчастной Марией, измученной переживаниями, которая не могла сидеть на месте ни минуты и бегала, будто охваченная огнем. Но у Дэниела было алиби. Он был исключен из подозреваемых очень быстро. Полиция получила некоторую информацию о нескольких отрывочных персонажах, которые находились поблизости 27 марта. Например, соседей смутил мороженщик, который работал в день, когда исчезла Сандра, но никогда не приезжавший к ним ранее. Мужчина был допрошен и все подозрения были с него сняты. Также все соседи единогласно указали на одного мужчину. Главным подозреваемым стал пожилой человек, живший недалеко от дома Канту, которого люди считали педофилом. Более двух лет назад, когда Сандре было шесть лет, этот мужчина завел с ней разговор в общественном бассейне. Люди видели, как он неожиданно прикоснулся к лицу Сандры, чтобы убрать мокрые волосы, а потом поцеловал ее в губы. Об этом случае было известно всем родителям в округе. Всем местным детям было запрещено общаться с ним. И, конечно, полиции о нем рассказали почти сразу. Теперь этот мужчина сидел в комнате для допроса. Он сказал, что знает Сандру. Он признался, что его привлекали девочки до десяти лет. Но он уверял, что до того инцидента Сандры и после никогда ничего не было. В любом случае у пожилого мужчины было подтвержденное алиби. Его отпустили, но полиция сказала, что будет следить за ним. Шли дни. На ежедневные поиски с утра до вечера стекались люди даже из других штатов. Благодаря неравнодушию граждан награда за информацию о местонахождении Сандры повысилась с 2000 до 30 долларов за счет пожертвований. После этого в полицейском управлении раздался звонок с очень тревожным заявлением. Полицию позвонил работник свалки. Его напугала одна находка. Среди мусора он заметил яркое пятно. Это была футболка с надписью «Hello Kitty». Мужчина следил за новостями и вспомнил, что Сандра была одета в такую же футболку. Он решил сообщить о найденной вещи властям. Футболку забрали со свалки, упаковав полиэтиленовый пакет как вещественное доказательство. В этот же день семья целиком приехала на опознание вещи. Было очень важно установить, точно ли эта футболка принадлежала Сандре. Это было ключевым моментом в расследовании. Поэтому каждый член семьи приглашался по отдельности для точности показаний. Мария, увидев футболку, сразу же сказала, что эта футболка не Сандре. Она была другого размера и оттенка. Другие родные подтвердили слова матери. Мария после того, как вышла из участка, снова обрела надежду. А полицейские снова оказались в тупике. Они решили вернуться к видеозаписям, точнее к внимательному их просмотру по кадрам. И тогда они обнаружили кое-что странное. Движения Сандры на самом деле не были так уж просты. Они заметили, что Сандра прыгала, размахивая руками по определенной траектории, по направлению к дому. Скорее всего она хотела бросить школьную сумку дома и пойти гулять. Резко она успокаивается, будто кого-то замечает, начинает вести себя сдержанно. Смотрит в ту сторону, а потом и вовсе меняет свое изначальное направление и ходит туда, куда смотрела. Это могло быть что угодно. Девочка могла увидеть какой-то предмет или кого-то из детей. Но поведение ее больше натолкнуло детектива Баура на мысль, что она увидела взрослого человека, так как очень четко поменяла свое поведение на более спокойное. Так она вела себя при взрослых, не при друзьях. Полицейским казалось, что ее кто-то позвал. Скорее всего это был взрослый человек, и скорее всего она знала этого человека, потому что пошла почти без колебаний к нему. Она так и не занесла свои вещи домой. Кто-то забрал ее. К сожалению, это были лишь домыслы, которые никак не могли продвинуть дело вперед. История исчезновения Сандры Канту до этого момента очень похожа на сотни тысячи печальных историй и пропажи детей. Но дальше начнется то, что делает это дело очень отличающимся. Местные жители, родители друзей Сандры и ее одноклассников, учителя и даже приезжие люди из других городов и штатов, которые проникли с судьбой девочки, решили поддержать семью Канту и устроили бдение при свечах. Все, сжимая в руках свечи, молились за то, чтобы Сандра вернулась домой. На бдении присутствовали полицейские и ФБР, наблюдая все со стороны. Они следили не только за порядком на массовом сборе людей, но и за подозрительным поведением присутствующих, надеясь обозначить возможных похитителей. В самый разгар мероприятия раздались женские крики. К полицейским подбежала женщина. Это была соседка семьи Канту. Она была в истерике, она плакала и кричала «Я нашла». Женщина не могла говорить связано, ее лицо было залито слезами. Она хотела что-то показать, и полицейские двинулись за ней. Женщина привела полицейских к почтовому ящику и указала на письмо. Короткая записка была следующего содержания. Канту находится в украденном чемодане, который брошен в воду на Батчетти Роуд и Уайтхол Роуд. Свидетель. Записка была отправлена на изучение в лабораторию ФБР. Было понятно, что автор скрывал свой настоящий почерк. На это указывала малая выработанность почерка и низкая координация письма. Эксперты-криминалисты изучают не только признаки почерка – размер, наклон, направление, интервалы, количество движений при выполнении письменных знаков и т.д., но и саму письменную речь. Письменная речь изучается криминалистами для выявления психофизических и интеллектуальных особенностей личности. У каждого отдельного индивидуума, в зависимости от его образования, условий, культурного уровня, трудовой деятельности, окружения, воздействия различных сфер, вырабатывается словарный запас, своеобразная манера выражения мыслей. По записке можно собрать много важной информации о социальном портрете преступника, но эта записка была слишком мала для подобного анализа, хотя она несла в себе одну яркую характеристику, что бывает редко при таком малом количестве слов. В записке было несколько орфографических ошибок. Можно было бы сделать вывод, что записку написал маленький ребенок, но эксперты, рассматривая ошибки как средство информации, знали, какие ошибки делает ребенок при письме. И в этом случае выглядело все так, будто взрослый человек специально писал с ошибками. Также экспертам показалось странным, почему письмо было отправлено не самой семье Канту и зачем делать акцент об украденном чемодане. Пока эксперты-криминалисты работали над самой запиской, полицейские работали над ее содержанием. Дайверы были направлены в указанную в записке область, которая находилась в трех километрах от трейлерного парка. Место, которое было обозначено в письме, оказалось заводью, куда стекали источные воды с местных ферм. Водоем напоминал болото. Вода была перемешана с землей и гнилью, двигаться в которой было тяжело. Она была темной и мутной. Дайверы были уверены, что попав в такую жижу, чемодан со временем погрузился бы на глубину. Им приходилось буквально рыть болотистую почву. Работа могла растянуться на несколько дней. Во время поисков на допрос была приглашена соседка, которая нашла записку. Полицейские хотели установить, какая может быть связь у этой женщины с семьей Канту и почему именно в ее почтовом ящике оказалась записка. Соседку звали Мелисса Хакоби. Ей было 28 лет. Она жила со своим дедушкой и со своей пятилетней дочерью, которую Сандра обожала и часто брала с собой гулять, следя за ней, как за маленькой сестрой. Когда пропала Сандра, Мелисса приняла это очень близко к сердцу. Она участвовала в поисках и не скрывала, что испугалась сильно и за свою дочь. В трейлерном парке хорошо знали ее семью. Дедушка Мелисса Клиффорд Лоулес был пастором местной баптистской церкви и вместе с прихожанами они постоянно молились за Сандру. Сама Мелисса была учительницей воскресной школы при этой церкви. На второй день поисков, в самый разгар работы, она сообщила полиции, что у нее пропал чемодан с ее крыльца. Ей было плевать на чемодан и пугало, что чемодан был довольно большой и тело ребенка могло уместиться в нем. В записке упоминался украденный чемодан. Эксперт Афа озадачила тогда, зачем вообще в такой записке упоминать, что чемодан был украден. Чемодан принадлежал Мелиссе. В ее ящик подкинули письмо. Почему в самых важных составляющих дела фигурирует она? Какой-то особой связи ее с семьей установить не удалось. Ее просто не было. Она не была родственницей, крестной и так далее. Мелиссу спросили, что она делала в 4 часа дня 27 марта, в то время, когда пропала Сандра. Мелисса сказала, что находилась на работе и украшала свой класс к предстоящему церковному празднику. Ее спросили, могла бы она как-то подтвердить свое алиби. И она сказала, что из церкви, при которой была школа, она позвонила знакомой в трейлерный парк и рассказала ей, что ее чемодан украли. Украли прямо у двери, возмущалась она. Были получены телефонные записи Мелиссы, и они показали, что она действительно звонила в 16.00. Но это, конечно, не могло подтвердить ее алиби. Женщину отпустили домой не как подозреваемую, а как лицо, представляющее интерес. Перед уходом полицейские попросили разрешения осмотреть ее автомобиль, и Мелисса без колебаний согласилась. Внутри ее внедорожника в бардачке был найден клочок бумаги, на котором на первый взгляд были каракули, как будто кто-то расписывал ручку. Но при более доскональном рассмотрении было видно, что на бумаге было написано три слова, которые таким образом были зачеркнуты. Что это были за слова, было неизвестно. Записка была снова отправлена в лабораторию. Штрихи текста совершенно были не видны из-под штрихов зачеркивания. Если текст на бумаге залит краской кровью любой другой жидкостью, зачеркнут чернилами другого состава или замазан штрихом, то из-за разных свойств веществ текст установить проще. Если же свойства зачеркивания одинаковы с текстом, то решение задачи усложняется. Экспертам в таких случаях помогает цифровая съемка. Цифровая фотография значительно расширила возможности экспертных исследований. Документ первый раз фотографируют при естественном освещении. Потом в этом же положении объекта и камеры проводится светоделительная съемка в целях получения такого снимка, на котором выявляемые записи были бы исключены или значительно ослаблены. Полученные изображения инвертируют в графическом редакторе компьютера, преобразуя из позитивного в негативное. Преобразованные изображения совмещаются с изображением, полученным видимой части спектра. В записке перед экспертами возникли три слова. Батчетти Роуд, Уайт Холл Роуд и Вода. Такие же слова, как и в записке, которую Мелисса нашла. Тело Сандры в указанном болоте найдено не было. Полиция пообщалась с жителями трейлерного парка и не все говорили, что Мелисса иногда вела себя странно. Она страдала психическими заболеваниями и многие люди говорили, что она любила привлечь к себе внимание, например, начать громко петь в магазине и подобное. Полицейские начали думать, что, возможно, и в этот раз Мелисса хотела, чтобы все ее заметили в этих бесконечных поисках Сандры. Ведь она устроила целую драматическую сцену во время бдения при свечах. Тогда точно все обратили на нее внимание. Полиция получила ордер на обыск дома учительницы воскресной школы. Рядом с кроватью Мелиссы стоял комод. Они нашли блокнот. Но не в комоде, а под ним. Как будто Мелисса прятала его. Изучение блокнота еще раз подтвердило, что Мелисса написала записку, которую сама же и нашла. Бумага, на которой была написана записка, была из этого же блокнота. Содержание отпечаталось на другом листе. Мелисса писала ее в этом блокноте, а потом вырвала лист. На втором допросе Мелисса вела себя нервно и истерично. Она не хотела отвечать на вопросы. Она говорила, что полиция не хочет работать. Она подозревала нескольких людей, а они даже не были опрошены. Мелисса рассказала про пожилого мужчину, который ранее обвинялся в сексуальном насилии над несовершеннолетней девочкой. Теперь он жил один и употреблял наркотики. Это был не тот мужчина, который поцеловал Сандру в губы, но он был его другом. Мелисса рассказала, что видела, как он разговаривал с Сандрой. Но это еще было не все. Мелисса сказала, что в трейлерном парке жил отец со взрослым сыном, по некоторым источникам опекун с пасынком. И она уверена, что они педофилы. В их телефонах были фотографии детей сомнительного характера. Они тоже знали Сандру. Ранее они не были замешаны в преступлениях против детей. Опять же, эти мужчины не были проверены полицией. Вопросы в свой адрес Мелисса игнорировала. В тот день она лишь обвиняла полицию в бездействии. В этот же день подозреваемые, названные Мелиссой, прибыли в отделение. Мужчина, который ранее обвинялся в сексуальном насилии над малолетней, не имел алиби. Так же, как и отец с сыном. У последних были конфискованы их телефоны, и там были найдены фотографии детей. В том числе и Сандры Канту. Она была в повседневной одежде и сидела на улице на коленях у одного из них. Теперь полицейские думали, что про них не сообщили раньше, потому что никто не знал об этом. А Мелисса это знала, потому что была в сговоре с этими мужчинами. Все эти люди были как-то связаны, как думала полиция на тот момент. Наконец, подобравшись действительно к чему-то значимому, полиция получила звонок. 6 апреля 2009 года в полицию позвонил сотрудник, работающий на ирригационном пруду. Он сказал, что обнаружил чемодан, когда осушал пруд. Это был черный чемодан, перевязанный белой тонкой веревкой. Оба замочка на нем были связаны этой же веревкой. Чемодан был тяжелым, он точно не был пустым. Чемодан был отправлен судмедэксперту закрытым в черном патологоанатомическом мешке. Внутри было сильно разложившееся маленькое тело. Оно было полностью одето и находилось в чемодане в позе эмбриона. Одежда была разрезана и снята с тела. Марию со всей семьей снова вызвали на опознание одежды, в которой было тело. Мария подтвердила через огромную боль, что одежда принадлежала ее дочери. На чемодане не было обнаружено ДНК отпечатков из-за долгого нахождения тела в воде. Вскрытие было проведено судебным патологом, доктором Беннетом Амалу. Во время аутопсии было установлено, что на теле не было защитных ран, только небольшой порез на внутренней стороне губы. Девочка не сопротивлялась или не могла сопротивляться. Причиной смерти было удушье. Судмедэксперт также сделал несколько других ужасающих открытий во время вскрытия. Токсикологические тесты показали, что в организме Сандры содержался в большом количестве препарат Алпразолам – транквилизатор, используемый для лечения тревожных расстройств. Сандра подверглась сексуальному насилию с использованием постороннего предмета. У нее были травмы гениталий, подтверждающие это. Скорее всего, весь процесс девочка была без сознания, даже в момент удушения она не сопротивлялась. После ее смерти ее одели. Это было довольно необычно в такого рода преступлении. Полицию это натолкнуло на мысль, что после смерти девочки убийца пожалел осадейным. Это выглядело как поведение отмены. Убийце было стыдно, он хотел скрыть факт насилия. Неизвестный положил девочку в чемодан одетой, надеясь сохранить ее достоинство. Так не поступает при групповом изнасиловании. Но если думать в рамках догадки полиции, то возможно это могла быть женщина, которая не участвовала в самом процессе, но была вовлечена в эту тайну. Этой женщине пришлось избавиться от тела. Мелисса написала, что тело в украденном чемодане. Она точно имела отношение к убийству. Полицейские велись в трейлерный парк, чтобы арестовать Мелиссу, но дома ее не оказалось. Она находилась в больнице. Женщина пыталась покончить жизнь самоубийством, проклотив три бритвенных лезвия. Мелисса лежала в больнице и полицейским не разрешили встретиться с ней, пока ее не выпишут. Мужчины, на которых указала Мелисса, отрицали свою вину. Пока полиция ждала Мелиссу, они смогли найти свидетеля. Им был мужчина, бывший пехотинец, на пенсии. Он и его жена увидели Мелиссу и ее внедорожник у пруда, где позже было найдено тело Сандры в чемодане. Они были в этом районе 27 марта примерно в 5 часов вечера и увидели припаркованный внедорожник темного цвета с распахнутой дверью. Мужчина сказал, что видел женщину около него. Описание машины соответствовало автомобилю Мелиссы. Полицейские думали на тот момент, что Мелиссу заставили избавиться от тела. Полиция вернулась в трейлерный парк снова для опроса соседей и жильцов района. Пастор церкви дедушка женщины отказался сотрудничать. Одна местная жительница вспомнила очень странную историю, произошедшую здесь в прошлом. Однажды от Мелиссы к родителям вернулась семилетняя девочка, накачанная паразоламом. Тогда никто не подумал на Мелиссу. Этот случай быстро замялся, сама же семья переехала, а ребенок ничего не помнил. После этой истории полицейские начали думать, что Мелисса предоставляет детей педофилам. Они решили осмотреть класс учительницы. Был получен ордер на обыск церкви, в которой преподавала Мелисса свой воскресный класс. В ее классе полиция нашла белую веревку на жалюзи, отрезанную на конце. Белая веревка совпала по типу материала с той, которая была на чемодане. Также была обнаружена скалка с красным веществом на ней. Скалку отправили на экспертизу. На скалке была обнаружена кровь Сандры Канту и отпечатки исключительно только Мелиссы. Полицейские решили установить прослушивающее устройство на телефон Мелиссы. Полиция все еще сомневалась, была ли женщина одна. Им нужны были доказательства, что она связана с мужчинами. В день своей выписки ближе к вечеру Мелисса позвонила старшей сестре Сандре. Она попросила ее прийти и поиграть с ее пятилетней дочерью. Полицейские, отключив проблесковые маячки, тихо, но быстро приехали в трейлерный парк. В доме Мелиссы они обнаружили ее одну без дочери. Мелисса, вероятно, пыталась заманить в свой дом еще одного ребенка. Полиция привезла Мелиссу на допрос в полицейский участок и устроила ей очную ставку. Мелисса отрицала абсолютно все, пока не упомянули свидетеля у пруда, который видел ее и ее автомобиль. Тогда Мелисса заплакала. Она начала повторять, заливаясь слезами, что это все несчастный случай. Детектив Баул сидел напротив и ждал, пока женщина успокоится и сможет рассказать им свою историю. Мелисса рассказала, что играла в прятки с Сандрой, своей дочерью, и что Сандра спряталась в чемодан, каким-то образом закрыв себя изнутри. Мелисса отвлеклась и совсем забыла про игру. Она взяла чемодан, стоящий у двери снаружи дома, и положила его в багажник своей машины, не ощутив приличный вес. Мелисса направилась в церковь, чтобы украсить класс к церковному празднику, оставив своего пятилетнего ребенка с другим ребенком, как она думала. Так она уже делала ранее. Прошло несколько часов, когда она вышла из церкви. Она наконец открыла чемодан и обнаружила, что Сандра задохнулась. Мелисса сказала, что запаниковала и решила избавиться от чемодана. Полиция знала, что Мелисса лжет. Кровь Сандры была обнаружена на скалке, найденной в церкви, и Сандра находилась под воздействием наркотиков. Она была задушена веревкой с окна класса Мелиссы. Полицейские так и не выяснили, откуда женщина знала тайны трех мужчин со своего района. Мелисса не поделилась этим, как и тем, зачем она убила Сандру. Полиция считала, что Мелисса была знакома с мужчинами довольно хорошо по совместному принятию наркотиков. Она была посвящена в их фантазии про Сандру Канту. Их фантазии и это обсуждение, вероятно, затаилось в ее больном рассудке. Мало ли что вообще повлияло на ее нестабильное восприятие. Полицейские уверены, что Мелисса совершила насилие и убийство в одиночку. На компьютере в истории поиска было обнаружено, что Мелисса искала, как убить ребенка. Она нашла другое убийство, когда дедушка убил свою внучку и избавился от тела, положив его в чемодан и бросив в пруд. Алпрозалам был найден в сумочке Мелиссы и в ее доме. У Мелиссы в анамнезе было пограничное расстройство личности и шизофрении. Мелисса была арестована 10 апреля 2009 года. Родственники Сандры Канту, которые умоляли полицию и общественность помочь привлечь убийцу маленькой девочки к ответственности, сказали, что арест Мелисса застал их врасплох. Они долго не могли поверить в это. По версии обвинения Сандра направлялась к себе домой, чтобы бросить свою школьную сумку. Когда девочка уже приближалась к своему дому, она увидела Мелиссу. Мелисса попросила Сандру подойти, сама она стояла у своего дома на крыльце. На видеозаписи видно, как Сандра смотрит в сторону дома Мелиссы и уходит к нему. Мелисса попросила Сандру поехать с ней в церковь в ее класс, чтобы помочь его украсить. Сандра там никогда не была. Когда они добрались до церкви, Мелисса дала Сандре немного сока, в котором был транквилизатор, и подождала, пока девочка потеряет сознание прямо в классе. Сандра была без сознания весь процесс и погибла, не приходя в себя. Мелисса одела тело Сандры, положила в чемодан, который дожидался в классе, и вынесла чемодан, положив его в багажник. Она была у пруда примерно с 17 до 18 часов. Мария, мать Сандры, позвонила в полицию в 19.30, когда ее дочь была уже мертва. В конце концов, Мелисса пошла на сделку о признании вины, чтобы избежать смертной казни. Она признала себя виновной в убийстве и похищении первой степени. Она была приговорена к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения. Ее психические заболевания не повлияли на приговор. На суде она сказала, я не должна была забирать Сандру. Я должна сказать, почему я это сделала, но до сих пор не могу понять, почему. Учительница воскресной школы никогда не говорила, зачем она убила Сандру. Когда она слышала этот вопрос, она всегда начинала плакать и говорить, что сожалеет. В любом случае, без психотерапии откровения Мелиссы правду не установить. Что же послужило толчком? Зачем нужна была записка? Действительно ли Мелисса сожалеет? Зачем она хотела убить себя? И насколько большую роль в преступлении играют ее психические болезни? Подобные одиночные убийства с изнасилованием детей, совершенные женщинами, крайне редки. Это страшный и уникальный случай. Как говорила Кэндис Дилонг, профайлер ФБР, это очень необычно, чтобы женщины были причастны не только к похищению, убийству ребенка, но и к сексуальным действиям в отношении его. Иногда такое бывает, когда женщина работает с партнером-мужчиной, но в этот раз доказано, что женщина была одна, говорила Кэндис Дилонг.